Доброе утро с новостями на канале ОТС Александр Журбин в этом выпуске вы узнаете О росте цен на бензин в Новосибирской области, сроках проведения выпускных экзаменов в школах и открытий кинотеатра в Сузуне В Новосибирской области дорожает топливо. Статистики провели исследование с 4 по 11 декабря Согласно их данным, АИ-80 вырос в цене на 26 копеек, бензин марки АИ-92 на 29 копеек, а 95 на 34 Сильнее всего подорожало дизельное топливо. За неделю стоимость выросла на 61 копейку Представители Ассоциации нефтетрейдеров объяснили рост цен снижением производства При этом эксперты анонсировали дальнейшее подорожание автомобильного топлива в следующем году Итоговая аттестация выпускников в новом году начнется 28 мая В Министерстве образования и науки Новосибирской области утвердили сроки проведения экзаменов Традиционно аттестация разбита на три этапа. Досрочная сдача ЕГЭ с 21 марта по 11 апреля Основная с 28 мая по 2 июля И дополнительная с 4 по 15 сентября Досрочные и основной этапы ЕГЭ в 2018 году начнутся с экзаменов по географии и информатике Выпускники, получившие неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике Получат возможность улучшить их в сентябре, в так называемые резервные дни Для девятиклассников все пройдет практически по такой же схеме, но только в другие даты Досрочный этап с 20 апреля по 8 мая Основной с 25 мая по 29 июня И дополнительный с 4 по 22 сентября Отмечу, что согласно документу, составленному Миноборнауке В расписании наряду с резервными днями для проведения экзаменов по отдельным учебным предметам Также предусмотрен дополнительный запасной день Сегодня и завтра на сцену театра «Красный факел» в рамках 12-го международного рождественского фестиваля искусств Выйдут актеры Красноярского драматического театра имени Пушкина Они представят спектакль «Чик Гудбай Берлин» по пьесе современного немецкого писателя Отмечу, что эта постановка участник программы «Детский уикенд» национального театрального фестиваля «Золотая маска» Как рассказывают сами красноярцы, это история о том, как в размеренной и не очень счастливой жизни 14-летнего Майка Появляется Чик, новенький в классе, пролетарий из спального района Часто пьяный, одноклассники даже предполагают, что он из русской мафии Но новые друзья Чик и Майк неожиданно все бросают и в один прекрасный день отправляются на поиски приключений В пути их ожидают встречи с разными людьми, происшествия не всегда приятные Но от этого их дружба только крепнет. Эта пьеса о путешествии в знакомую и в то же время чужую страну Полное ощущение свободы и приключений, легкое и в то же время щемяще грустное Интересная подробность. Режиссер этого спектакля Олег Рыбкин, для которого сцена «Красного факела» долгие годы была родной Он руководил труппой сибирского МХАТа больше пяти лет Так что встреча красноярцев и новосибирцев в рамках фестиваля обещает стать незабываемой Премьеры фильмов теперь можно будет посмотреть, не выезжая в город В Сузоне оборудуют кинотеатр. Он появится в зрительном зале Центра молодежи Работы начнут уже в декабре. С подробностями Светланы Соколова Показывать кинофильмы здесь будет уже через год Сегодня идет подготовка. Планируют, как расставить оборудование и оформить зрительный зал Вся аппаратура, которая будет управляться звукорежиссером, кинорежиссером, будет стоять на втором этаже Это мы уже решили точно, потому что это нам абсолютно все мешает Здесь мы планируем сделать высшее сидение и амфитеатр будет Ну так, скажем, да? А вот этого, все, что здесь нависло, вот этого балкона, его не будет Реанимировать старый кинозал решили благодаря поддержке Государственного фонда кино Который объявил конкурс на оказание помощи для населенных пунктов численностью не более 500 тысяч человек Идею обдумали, написали проект и закрутилось Мы вошли в число победителей в числе других 200 кинозалов по всей России Вот и, собственно, в течение декабря месяца мы получим поддержку в размере 5 миллионов рублей На приобретение именно оборудования То есть это будет кинопроектор, экран, система 3D, звуковое оборудование и так далее Если оборудование и установка входят в стоимость гранта, то ремонт самого помещения на совести владельцев Здесь на помощь придут местные власти На эти цели на следующий год в бюджете запланировали 4 миллиона рублей Ремонтные работы уже идут Сегодня приводят в порядок здание, внутреннюю и внешнюю отделку, крыши Показывать фильмы планируют ровно через год Светлана Соколова, Илья Чалах, Новости ОТС И к этой минуте у меня все новости С ними вас познакомил Александр Журбин Всем удачи и до встречи Смотрите эфир и архив записи телеканала ОТС в сервисе Пирс ТВ Доброе утро! С новостями на канале ОТС Александр Журбин В этом выпуске вы узнаете О заслугах спасателей Новосибирской области Финансовой поддержки фермеров региона И открытие катка в Центральном парке Новосибирска Новосибирская область признана одной из лучших Среди регионов Сибири, Урала и Дальнего Востока По оперативной ликвидации чрезвычайных ситуаций Итоги работы спасателей подвели в региональном правительстве Руководитель управления МЧС по Новосибирской области Отметил, что за этот год снизилось количество пожаров Происшествий на воде И напротив увеличилось количество спасенных жизней Огромное внимание уделяют и профилактике Здесь есть и заслуга сельских добровольцев Сейчас все населенные пункты, которые у нас предполагались И были потенциально опасны к переходу лесных пожаров И паводка Оснащены системами оповещения С возможностью дистанционного оповещения И ручного оповещения Это, скажем, беспрецедентный вопрос Лучшие работники службы спасателей получили благодарственные письма и грамоты В 2018 году спасатели продолжат совершенствовать предупредительную систему Развивать аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» А также готовятся к паводкам и пожароопасному сезону Те задачи, которые появляются И которые, может быть, еще предстоит решать Мы тоже решения определены Сейчас будут в том числе и по пожарам Где было, особенно две недели назад Пожар в Искитимском районе, где погибло пятеро детей Эти средства тоже изыскиваются Им будет принято решение об установке пожарных извещателей Чтобы предупредить гибель людей на пожаре В этом году больше 600 личных подсобных хозяйств В разных районах Новосибирской области Получили господдержку из региональной казны Средства в размере более 5,5 миллионов рублей Позволили частично компенсировать животноводам Затраты на покупки скота и птицы По информации областного минсельхоза Наибольший объем господдержки получили фермеры Убинского, Краснозерского и Баганского районов Добавлю, что субсидии предоставляются в рамках госпрограммы Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков Сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия В Новосибирской области на 2015-2020 годы Утвержденное постановлением правительства региона Сузунский филиал Черепановского дорожно-строительного ремонтного управления Пополнил свой парк В распоряжении дорожников три единицы новой техники Среди них грейдер Нужную машину купили за счет собственных средств предприятия С подробностями Светлана Соколова Григорий Безденежных доволен мощной техникой Новый грейдер на дорогах района работает недавно Но все технические характеристики специалисты успели оценить Летом щебень, ППРы всякие, ремонты идут А зимой очистка от снега Сегодня для обслуживания дорог в Сузунском районе задействовали 18 единиц техники Это только 70% от необходимого, признаются дорожники Большинство машин старые требуют постоянного ремонта Покупка новой техники развязала руки Мы нынче получили три единицы Это одна пескоразбрасывающая установка Один прицепной грейдер, он в нижней каменке И на базе тракторов он прицепляется И один специализированный средний грейдер ГС-1402 Благодаря своей конструкции грейдер точно выравнивает дорожное полотно Побольше бы такой техники сетуют работники управления Ведь обслуживать приходится ни много ни мало 470 километров дорог Это 353 Сузунский район и 120 Ордынского района Имеем три участка Основная база Сузун Битки и Нижний Каменков А впереди зима и снежные заносы Но дорожники уверены, с такой техникой можно справиться со всеми природными катаклизмами Светлана Соколова, Илья Чалых, Новости ОТС Россияне в будущем смогут читать свою медкарту и узнавать результаты анализов через портал Госуслуг Такой сервис может появиться в следующем году Об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова По ее словам, уже в большинстве регионов к порталу подключена система личных кабинетов пациентов По интернету можно записаться к врачу А также увидеть, какой клинике прикреплен гражданин в рамках системы обязательного медицинского страхования Сегодня в Центральном парке откроют каток В этом году главную ледовую площадку для массовых катаний горожан перенесли с площади Ленина в парк Чтобы в первую очередь продлить время пребывания всех желающих на льду В центре города это было бы невозможно Первые фигуристы смогут протестировать лед сегодня после 16.00 Горожанам подготовили к открытию катка праздничную программу Ледовое шоу, интерактив, конкурс сани и сани с усами Забег в валенках, розыгрыш призов и подарков Рядом с новым катком оборудовали раздевалки и открыли прокат Со своими коньками здесь можно будет бесплатно кататься всю зиму И к этой минуте у меня все новости С ними вас познакомил Александр Журбин Всем удачи и до встречи Редактор субтитров А.Семкин Доброе утро! С новостями на канале УТС Александр Журбин В этом выпуске вы узнаете о вручении грантов сибирским инноваторам Появлении в обороте двухтысячных купюр в Новосибирской области И Рождественском фестивале искусств Сегодня молодые инноваторы будут защищать свои проекты перед экспертным сообществом Лучшая по мнению жюри работа и ее автор получит грант в размере полумиллиона рублей на дальнейшее развитие проекта Конкурс по программе «Умник» фонда содействия инновациям позволяет специалистам, которые стремятся самореализоваться, получить финансирование на проведение научно-исследовательских работ Участники конкурса – студенты и аспиранты университетов, сотрудники научных институтов, а также начинающие предприниматели в возрасте от 18 до 30 лет Всего на участие в конкурсе претендовало 162 человека По итогам предварительного заочного отбора к финальной защите допустили 40 разработчиков Инноваторы заявлялись в пяти секциях – информационные технологии, медицина будущего, современные материалы и технологии, их создания, новые приборы и аппаратные комплексы, биотехнологии И вот сегодня в Академпарке претендентам на грант предстоит доказать жюри, научную новизну и техническую значимость своего проекта В Новосибирск привезли новые купюры номиналом 2000 рублей Напомню, их выпустили в обращении в Россию в середине октября Сейчас сотрудники Центробанка устанавливают новое программное обеспечение на банкоматы и кассовые аппараты, чтобы оборудование смогло работать с купюрами нового номинала С подробностями Кристина Лата Непривычный синий цвет, современный дизайн и шрифт – жителям страны еще нужно привыкнуть к новым банкнотам Первыми они появились на Дальнем Востоке Достопримечательности которого как раз и изображены на купюре Символы выбирали народным голосованием Новосибирск дошел до второго тура Но вместо Бугринского – на банкнотах мост на остров Русский Кроме нового дизайна – новые средства защиты от фальшивомонетчиков Модернизированная голографическая нить и микроизображение, которое можно увидеть разве что в увеличительное стекло Чтобы отличить подлинную купюру от фальшивки, специалисты рекомендуют обратить внимание на три главных признака Я бы рекомендовал обратить внимание на вот эту пеструю ленту со скрытым изображением цветным И проконтролировать изменения цвета Оптически переменная магнитная краска, в которой перемещается золотистое кольцо Это уже вселит какую-то уверенность И затем быстренько проконтролировать, как перемещаются циферки внутри номинала Вот это, пожалуй, такие наиболее яркие и легко определяемые защитные элементы Деньги на общую сумму 100 миллионов рублей уже поступили в Банке Новосибирска Сейчас их сотрудники устанавливают новое программное обеспечение на банкоматы и кассовые аппараты Чтобы оборудование могло работать с купюрами Однако этот процесс постепенный И сначала, предупреждают специалисты, выдача и прием денег будут возможны не везде Также с трудностями можно столкнуться и при расчете новой купюрой Единственное, что вы можете столкнуться в какой-то торговой сети, что могут не принять кассовые работники эту купюру Ну, наверное, в первую очередь надо будет обратиться к администратору этого торговой точки Чтобы они как-то разрешили эту ситуацию Если все-таки у вас не взяли, то в первую очередь Роспотребнадзор Банкноты 200 и 2000 рублей, они будут ходить наряду со всеми банкнотами, которыми сейчас у нас находятся в обращении И сейчас торопиться и где-то может приобретать у каких-то нумизматов нецелесообразно То есть ждем массового выпуска, он уже идет поэтапно, поэтому скоро эти банкноты будут в обращении В начале следующего года в оборот должна поступить еще одна купюра номиналом 200 рублей На ней изображен город Севастополь Кристина Лата, Андрей Дулепов, Новости ОТС Яндекс выяснил, кого из дикторов навигатора предпочитают пользователи из разных городов В Новосибирске магистра йоду и светлую сторону выбирают чаще, чем Дарта Вейдера Владыку Ситков назначили своим штурманам 37% водителей Герой Звездных войн подсказывает автомобилистам повороты с ноября Однако в навигаторе есть и другие известные голоса Самый популярный из них Федор Бондарчук Более трети новосибирцев предпочли его другим знаменитостям Напомню, в навигаторе есть и обычные штурманы с именами Оксана, Дмитрий и синтезированный системный голос Самый популярный диктор России именно Оксана В Новосибирске она подсказывает дорогу 70% водителей Сегодня и завтра на сцену театра «Красный факел» в рамках 12-го международного рождественского фестиваля искусств Выйдут актеры Красноярского драматического театра имени Пушкина Они представят спектакль «Чик Гудбай Берлин» по пьесе современного немецкого писателя Отмечу, что эта постановка участник программы «Детский уикенд» национального театрального фестиваля «Золотая маска» Как рассказывают сами красноярцы, это история о том, как в размеренной и не очень счастливой жизни 14-летнего Майка появляется Чик Новенький в классе, пролетарий из спального района, часто пьяный, одноклассники даже предполагают, что он из русской мафии Но новые друзья Чик и Майк неожиданно все бросают и в один прекрасный день отправляются на поиски приключений В пути их ожидают встречи с разными людьми, происшествия не всегда приятные, но от этого их дружба только крепнет Эта пьеса о путешествии в знакомую и в то же время чужую страну, полное ощущение свободы и приключений, легкое и в то же время щемяще грустное Интересная подробность. Режиссер этого спектакля Олег Рыбкин, для которого сцена «Красного факела» долгие годы была родной Он руководил труппой сибирского МХАТа больше пяти лет, так что встреча красноярцев и новосибирцев в рамках фестиваля обещает стать незабываемой К этой минуте у меня все новости, всем удачи и до встречи Доброе утро, с новостями на канале ОТС Александр Журбин В этом выпуске вы узнаете о премиях от полиции за информацию о преступниках, массовом опросе новосибирцев и как в области заготавливают деревья для елочных базаров Премии за содействие в раскрытии преступлений для простых граждан составят от 500 тысяч до 3 миллионов рублей Проект такого приказа для обсуждения размещен на портале правовых актов, сообщает пресс-служба МВД Речь идет о денежной награде человеку, сообщившему полезную информацию об особо опасном нарушителе, который поможет его найти или взять под стражу При этом предельный размер вознаграждения не устанавливается, то есть он может быть даже выше 3 миллионов рублей Это решит министр внутренних дел Выплата возможна в наличной и безналичной форме Новосибирцев приглашают принять участие в опросе Его запустили на муниципальном портале города Людям предлагают проголосовать за присвоение названия внутригородским объектам В частности, новосибирцы могут высказать свое мнение о том, быть ли в городе сквера студенческих отрядов А также о переименовании остановок в разных районах мегаполиса Оставить свой голос можно до 20 декабря Для участия в опросе необходимо зарегистрироваться на портале «Мой Новосибирск» Затем войти в систему, подсозданную именной учетной записью Это сделано с целью исключения многократного голосования с одного адреса Первых елочных браконьеров задержали в Болотнинском районе Черных лесорубов поймали с поличным Но они все же успели вырубить 651 дерево Ущерб составил более 225 тысяч рублей А это уже уголовная ответственность до 7 лет лишения свободы Тем временем официально в Новосибирской области вырубят 35 тысяч деревьев Ели, сосен и пихт Те, что в хорошем состоянии, продадут, остальные утилизируют Мария Черешнева наблюдала за процессом рубки А заодно узнала, много ли нарушений уже нашли на елочных базарах Звук пилы теперь все чаще нарушают тишину зимнего леса У лесников сезон интенсивной работы Сами они, впрочем, грубому слову «рубка» предпочитают сухую формулировку Улучшение санитарного состояния леса Так называемое прореживание в чащах – это необходимость Например, лесники видят, вот два больших дерева Если их срубить, маленькое, которому они мешают, к следующему году еще подрастет То есть для леса никакого ущерба А это пихты Их здесь не заготавливают, потому что деревья поели лоси и косули Больше вреда деревьям причиняют все-таки люди В декабре, чем ближе к праздникам, тем больше в лесу находят следов и пней Активизируются черные лесорубы Для этого у нас есть патрульные группы, которые ездят по дорогам И в наше лесное хозяйство плюс тот, что зимой легко заметят Или пеший, или автомобильный вход, или въезд в лес И мы стараемся все это отслеживать 25 из 35 тысяч запланированных деревьев уже срубили Это хвойные плантации Их высаживали специально, теперь также специально вырубают под самый корешок Плохие ели идут на выброс Есть два варианта Первый – это обычная утилизация через мусорные контейнеры и вывозка на полигоны И вторая – это на подкорм животным Новосибирский зоопарк практикует данное мероприятие То есть они организовывают сбор новогодних елей и используют его в качестве подкорма Хорошие деревья увозят на склад Здесь три сотни сосен, каждый по 10 лет Срубили неделю назад Да, пожалуйста Одна краше другой Хвоинки зеленые, стволы ровные Собственно, это и есть гарантия качества Сосна всегда стоит долго И она красивая, нарядная У нее длинные иголочки И она всегда шикарно выглядит И долго стоит, и до Рождества, и до 100, как у нас у русских, до старого Нового года И еще дольше, когда лень ее снять Вроде бы красиво дома До 8 марта? И может и до 8 марта простоять Ей ничего не будет, и не осыпется Но на елочных базарах местного товара все-таки меньше Ели и пихты везут с Алтая, Кузбасса, из Красноярского края Вот сосны и вовсе из Пензенской области Документы на товар детально изучают сотрудники Россельхознадзора Чаще всего везут качественную, которая имеет товарный вид Но вместе с ней могут попасть там одна-несколько, которые имеют признаки заражения Именно поэтому мы их осматриваем И если видим, что среди всех есть такие, которые привлекают наш вид Мы их обязательно осматриваем Проверки ежедневные и уже два десятка нарушений Это больше, чем в прошлом году Потому что больше завезли и самих новогодних деревьев Мария Черешнева, Александр Егоров, Новости ОТС И к этой минуте у меня все новости С ними вас познакомил Александр Журбейн Всем удачи и до встречи Смотрите эфир и архив записей телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова